Финансы означают общество, люди. Финансы означают отношения с людьми. Больше любим людей, больше служим людям. Проходит время, три стадии там есть. Первая стадия – больше друзей. У вас друзей много? Нет. Первая стадия – больше друзей. Вторая стадия – появляются связи, то есть сначала горизонтальные связи, слушайте, вкладываем, как сделать так, чтобы нормально жить. Смотрите, сначала служим людям, идут горизонтальные связи, горизонтальные. Друзья, знакомые, увеличивается вот это отношение с людьми, больше отношений хороших с людьми. Вторая стадия – вертикальные связи появляются. Начинают, появляются люди, которые тебе покровительство уже дают. Уважают тебя старшие, начинают тебя уважать. Третья стадия – возможности появляются от старших. Они тебе начинают помогать уже в развитии. Это все сто процентов так работает. А еще четвертая стадия – когда тебя начинают младшие уважать и считать тебя старшим, и тогда ты получаешь вообще просто счастье в отношениях с людьми, потому что они открывают тебе сердце, любят тебя. Развивайте свои отношения с людьми, и тогда будут деньги. Это как результат. О деньгах вообще не надо думать. Те люди, которые думают о деньгах, они ничего не получают. Те люди, которые думают о людях, получают все. Деньги – это результат отношений с людьми. Вот когда говорит, Геннадий Геннадьевич, не надо мне про природу говорить, у меня геморрой, понимаете, геморрой. Не надо мне про геморрой говорить. Геморрой – это означает, не хватает энергии природы, связи с природой, означает напряжение в теле, вены выпячивает наружу. Почему? Потому что энергии земли не хватает. Будь ближе к земле, расслабься, люби землю, все пройдет. Точно так же, будь ближе к людям, появятся деньги. Потому что деньги – это энергия отношений между людьми, запомните. Это не само по себе что-то, как мне говорят, деньги – товар – деньги. Какой товар? Если у тебя нет любви к людям, как ты продашь свой товар? Вот просто идите в эти торговые ряды и посмотрите, как это происходит. Если вы видите, вот стоит торговка, допустим, она любит людей, она смотрит на всех, ей люди нравятся, к ней все идут покупать. Стоит, иди ко мне, иди ко мне, да пошла ты. Вы услышали меня, нет? Директор завода, ты приходишь к нему на прием, он смотрит на тебя, как на человека. Садитесь, пожалуйста. Все, он будет процветать, сто процентов. Он любит людей, поэтому власть ему гарантирована. Почему он стал старшим? Потому что он любит людей. Его тоже все любят. Если человек искусственно стал старшим, там, папонька помог, никто его не будет любить. Я в таком случае спрашиваю, вот у вас есть хотя бы один человек, который вас не любит? Поднимите руку, а у вас есть человек, который вас не любит? Тяжело жить? Но один человек не любит. Тяжело? Тяжело. А если тысячу человек не любит, директор завода? Капец. Инфаркт, инсульт. Я вам точно говорю, инфаркт, инсульт. Все. Жить невозможно в этом случае. Хоть ты и ходишь, пузо как бы вперед, пальцы веером, но все равно это не поможет, потому что люди друг с другом в сердцах связаны. Здесь хоть как пальцы оттопыривай, все равно ты будешь чувствовать, что тебя не любят, понимаете? И все равно тебя это подкосит по-любому. Хоть ты хочешь, хоть не хочешь. Поэтому только любовь к людям дает социальную силу. Нет больше никакой другой социальной силы. Все остальное временно и искусственно. Учись любить людей, правильно к ним относиться, станешь сильным, станешь влиятельным. Есть разные виды любви. Например, любовь старшего есть. Знаете, что это за любовь старшего? Есть женщины, у которых вот этот взгляд матери просто зашкаливает. То есть они как мать себя ведут со всеми. Все, она будет, пожалуйста, хоть куда, хоть депутат там, хоть куда. Если она мать, вот для всех, у нее есть эта материнская сила, она будет старшей однозначно в обществе. Мужчина тоже, если он отец, он как бы заботится обо всех, он старший. В нем эта сила есть. Он будет старшим, его везде выдвинут, выберут, там заставят, если сам не хочет. А если человек, каким бы директором завода не получится, надо иметь силу, сила в отношениях создается. Как человек, допустим, с гирями отношения строит, у него оп, мышца результат отношений с гирями. Строит отношения с гирями, будут мышцы. Результат отношений с людьми – власть. Все, все очень просто. Будь сильным, все будет у тебя внутри. Если, допустим, меня парень спрашивает. Олег Геннадий, что-то я не могу на тебе делать. Я не могу на тебе делать. Будь сильная девушка. Продолжение следует...